МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! С вами Дмитрий Книга и новости Ленинского городского округа. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов провел очередной прием населения. Пишем запросы в прокуратуру, в правительство, в регион, в губернатору. Волонтеры Подмосковья продолжают поддерживать врачей. Нам очень приятно, что нас не забывают. Мы даже не напоминаем о себе, к нам просто приходят и благодарят. Мини-футбольный клуб «Видное развитие» сыграл против элемента из Дубны. В целом, только победа нашей команде. Проблемы с застройщиком, выделение земли под строительство физкультурно-оздоровительного объекта, содействие в получении служебного жилья и даже техническая ошибка в документах. С какими только вопросами не обращаются к депутату Государственной Думы Вячеславу Фетисову, на очередном приеме населения побывала и наша съемочная группа. Очередной прием депутата Государственной Думы Вячеслава Фетисова начался со слов благодарности. Еще год назад Любовь Михайловна Алиференко жила в квартире, имеющей статус общежития, а теперь уже стала ее законной владелицей. Если честно, я очень даже волновалась и не ожидала. Но вы не просто волшебник, вы хозяин своего твердого слова. И дай Бог вам здоровья и успехов. Вячеслав Фетисов помог медику, отработавшему 19 лет в системе здравоохранения муниципалитета, перевести квартиру в коммерческий найм для последующего выкупа по льготной цене. Конечно, это радостно сама по себе. Весь, да, с другой стороны понимаем, что это можно все избежать, если все принятия решений, которые касаются людей, будут отлажены с точки зрения опыта. Ведновчанину Борису Зубову понадобилась помощь из-за банальной опечатки в документах на квартиру. Его пожилая мать Любовь Николаевна после смерти мужа не смогла оформить наследство из-за ошибки в инициалах в архивной выписке. Получили из администрации письмо, что они не могут это сделать, устранить техническую ошибку и направляют в наш Вивнский городской суд, что якобы у них нет полномочий. Матушке 88 лет, она больная, как сейчас ей ходить по судам. Глава муниципалитета Алексей Спаский, традиционно присутствовавший на приеме депутата, отметил, что такие ошибки, увы, не редкость. И исправлять опечатку действительно необходимо через суд. И, учитывая обстоятельства, пообещал помочь. Мы за вас подготовим это заисковое заявление, и за вас его подадим, вы просто по присутствию эти в пределах там этого судебного заседания. Они в одно решение выносят это все дело, никаких проблем. То есть, ну, я не буду говорить, что две недели там пока назначат. В течение месяца, я думаю, все вопросы должны будут решены. А вот проблему с застройщиком РДА и в микрорайоне архитектурный пригород Южная долина не удается решить уже несколько лет, несмотря на совместные усилия жителей и администрации муниципалитета. Застройщик не только задерживает сдачу домов, но и не выполняет своих обязательств по инфраструктуре. Это несколько школ, несколько садов, соответственно, вопросы благоустройства. Мы вот именно с этой инициативной группой, которая из бывшего горкинского поселения, находимся в плотном контакте где-то раз в два месяца. Они собираются у меня в кабинете с представителями застройщика под протоколом, берут обязательства и какие-то там маленькие, большие, можно обсуждать до вопроса, но они по за 20-й год решались. Мы сейчас создали ТСН и с застройщиком ведем переговоры по передаче земель общего пользования в аренду. В ТСН земли сейчас арестованы. Переговоры по аренде, они в тупик у нас заходят. Это главная тема людей. Отдав материнский капитал, продав свои квартиры, дома, жилье, люди планируют и семью, и все, и вдруг оказываются на улице по большому счету и не могут добиться своих прав. Пишем запросы в прокуратуру, в правительство, в регион, в губернатору. Вячеслав Александрович пообещал взять вопрос под личный контроль и обратиться в генеральную прокуратуру. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошлева. Видно. Несмотря на устойчивую тенденцию на снижение количества больных коронавирусной инфекцией, Видновская районная клиническая больница по-прежнему работает в режиме ковидного стационара. В очередной раз поддержать врачей приехали представители организации волонтера Подмосковья и молодая гвардия. Надеемся, что вскоре уже все ограничения у нас будут сняты, и вы полной грудью, так сказать, выдохните уже, будете проводить больше времени со своей семьей, со своими близкими. Доктора сидят в защитных костюмах. Через несколько минут им заступать на дежурство в красной зоне. Наверняка сегодняшние подарки поднимут им настроение. Одна из крупных кондитерских компаний предоставила врачам ВРКБ более 600 сертификатов. Это сертификаты на сумму 2000 рублей, где наши врачи смогут заказать для себя продукцию на этом сайте, побаловать себя немножко. В сертификатах содержится код, введя который на сайте компании можно сделать заказ. К тому же с бесплатной доставкой. Вручение подарков прошло в рамках масштабной работы, которая ведется волонтерскими организациями. Волонтеры Подмосковья, а также молодая гвардия и просто волонтер Ленинского городского округа ведут активную работу в помощи людям, оказавшимся на самоизоляции. Также людям старше 65 лет, которым выписываются лекарства. Производится доставка еды. И поэтому, в принципе, мы выполняем очень масштабную работу. На протяжении всего периода борьбы с коронавирусной инфекцией, врачей Видновской районной клинической больницы не оставляют без внимания и помощи. Нам очень приятно, что нас не забывают. Мы даже, так сказать, не напоминаем о себе. К нам просто приходят, благодарят. Мы получаем какие-то сюрпризы или подарки от предпринимателей и от администрации города и района. Также в Ленинском городском округе сертификаты были вручены докторам амбулатории поселка совхоза имени Ленина. На улице Гаевского в городе Видны состоялась встреча местных жителей с депутатами Совета депутатов Ленинского городского округа. Правда, общался с гражданами не тот, кто был избран на этой территории, а его коллега. Почему так произошло, разбиралась наша съемочная группа. Обязанность народного избранника не только принимать участие в заседаниях Совета депутатов округа. Главное в его работе быть связующим звеном между жителями и различными муниципальными и коммерческими организациями, от которых зависит комфортная и безопасная жизнь граждан. В последнее время в адрес Совета депутатов стало поступать очень много обращений. Нами председателя, соответственно, мне поручили разобраться в этом вопросе. Суть обращений о том, что они не знают, как обратиться к своему депутату. То есть, по сути дела, брошенные жители пытались прийти на прием к своему депутату, соответственно, безрезультатно. К сожалению, тем, кто проживает на территории избирательного округа номер 29, действительно не повезло. По словам местных жителей, своего депутата Павла Грудинина, последний раз они видели только на листовках с предвыборной агитацией. За время вот этого всеуправления нашего депутата Грудинина я ни разу не видела ни на сайте, как можно к нему записаться, ни где-нибудь объявления, что он с нами встречу организовывает. На Марии Викторовны я вышла легко, зашла на сайт администрации и обратилась к ней лично. Депутат Мария Гаевская уже не в первый раз встречается с гражданами. В прошлый раз, по их словам, она помогла настроить отношения с дорсервисом и управляющей компанией, благодаря чему были установлены новые лавочки, там, где было необходимо появились лежачие полицейские, были оборудованы поручни для инвалидов и многое другое. Но проблемы, как известно, имеют тенденцию накапливаться. У каждого дома перегорожен сквозной проезд, у 16-го, у 14-го. И, естественно, у нас утром и вечером здесь полный аншлаг, что называется. Такая проезжая часть получается, машины несутся как бешеные, ворота вылетают как сумасшедшие. Если бы вы видели, что там происходит летом, весной и осенью, у нас там, у нас просто там, даже, не знаю, спортивная площадка или что, зеленой травки больше нет. У меня курилка под окном. В подвале-то что-то вода. Я звонил в диспетчерскую, я говорю, что приедем, приезжают, затыкают трубу тряпкой и пакетом полиэтиленовым. Я прям пофотографировал даже, показали, как это происходит. Вместе с Марией Гаевской во встрече принял участие и исполнительный директор Ленинского отделения торгово-промышленной палаты Московской области Максим Арапов. Для него проблемы местных жителей тоже близки и понятны. Я шел как кандидат от этого округа, от старого округа. К сожалению, был вынужден снять свою кандидатуру, но не мог оставить жителей с их проблемами и наказами. Встречу организовали сами жители и при помощи Марией Гаевской она уже была на этом округе. И, соответственно, зная о том, что я отрабатывал по этим объектам и до сих пор жители обращаются, она, соответственно, позвала меня вместе с ней провести эту встречу с жителями. В избирательный округ номер 29, помимо улицы Гаевского, входит несколько домов на проспекте Ленинского комсомола, деревни Дыдылдина, Таболово и Опаренки, Белокаменное шоссе и многие другие территории. Но люди не остаются один на один со своими проблемами. И в этот раз все, что было озвучено на встрече, обязательно найдет свое решение. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Екатерина Давлятова, Видное ТВ. Время добрых дел никогда не заканчивается. В этом уверены участники, прошедшей осенью акции «Неделя доброты и щедрости». На днях организаторы посетили торгово-промышленную палату Ленинского городского округа, чтобы вручить ее представителям благодарственные письма за помощь в проведении благотворительного марафона. С благодарностью и уважением председателю торгово-промышленной палаты Владиславу Валерьевичу, который не забывает нас, любит, уважает, поддерживает. Представители торгово-промышленной палаты каждый раз принимают участие в благотворительной акции «Неделя доброты и щедрости». Подключаются предприниматели муниципалитета, предоставляют свои услуги нуждающимся жителям Ленинского городского округа, вручают подарки. Организаторы акции с большим почтением относятся к благотворителям. Низкий поклон и уважение всем, кто остался неравнодушен к тем людям, которые имеют проблемы со здоровьем. Большое спасибо и низкий поклон. В этот раз к акции подключилось рекордное количество предпринимателей. Здесь и фитнес-центр, и салоны красоты. Каждый человек хочет быть красивым. И вот в этом коллективе, в самом деле, дарят красоту. И они выходят оттуда окрыленными, счастливыми. Руководитель салона оптики Елена Олейник в благотворительности делает пока только первые шаги. Салон предоставил более 40 пар бесплатных очков для зрения. Проверили зрение. И благодаря этой акции более 40 человек стали носить качественные очки и смотрят на мир совершенно другим взглядом. Традиционно организаторы акции – Координационный совет и Общественная палата Ленинского городского округа. Но благотворительный марафон не состоялся бы без поддержки единомышленников. На самом деле это порыв души. Люди, которые занимаются бизнесом, важно в непростые и сложные времена помогать обычным людям. Поэтому, я думаю, каждый, кто принял участие в этой акции, они, в общем-то, все это сделали от души. Член Дорогой промышленной палаты муниципалитета находится в постоянном контакте с представителями общественных организаций и готовы прийти на помощь. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Елена Кошелева. Видно этого. Очередная игра чемпионата Московской области по мини-футболу собрала во Дворце спорта «Видное» любителей этого вида спорта. Первенство уже перевалило за экватор календаря, а значит, впереди нас ждут решающие матчи. Во Дворце спорта «Видное» состоялся матч чемпионата Московской области по мини-футболу между клубами «Видное развитие» и «Элемент из Дубны». Перед началом игры команды делили второе и третье места в турнирной таблице, а значит, встреча имела принципиальное значение для обоих соперников. В этом новом зале, будем говорить, для нас, потому что мы постоянно играли на втором этаже, в тренировочном зале, сейчас, видите, совсем другие условия. Хотелось бы показать, будем говорить, мини-футбол во всем ее красочным дверям. В матче первого круга на выезде наша команда уступила со счетом 5-6 и настраивалась на эту игру очень серьезно. Счет не по матчу, мы, в принципе, пересматривали видео, как мы играли, мы играли намного лучше, ну, так получилось, сами себе привезли, вот, играли в гостях, плюс далеко ехать до Дубны, на самом деле, ребята, когда ехали уже немножко, может быть, растирали свою такую сосредоточенность, вот, но сегодня будем выигрывать. Всего в чемпионате принимают участие 10 клубов, соревнования проходят в два круга. На настоящий момент сыграно уже 12 туров, по результатам которых можно выделить 5 явных лидеров, среди которых команда «Видное развитие». Чемпионат Московской области в разгаре, уровень команд в этом году достаточно ровный, поэтому надеюсь, что сегодняшняя игра будет интересной. Игра получилась зрелищной и порадовала болельщиков, которые пришли на матч. С первых минут наша команда устремилась к воротам соперника и быстро забила два мяча. К сожалению, увеличить преимущество видновским футболистам не удалось. Спортсмены из Дубны быстро восстановили равенство в счете. Затем то одна, то другая команда выходили вперед, а закончился матч в ничью со счетом 8-8. Следующую игру «Видное развитие» проведет на выезде с аутсайдером чемпионата футбольным клубом «Егорьевск». Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, «Видное ТВ». На сегодня это все новости. Всего вам доброго и до свидания.